Винодельное хозяйство Винодельное хозяйство Винодельное хозяйство Винодельное хозяйство квадратный метр, он наполнен ягодниками и здесь мы видим тоже амурский виноград, но еще без беседок мы его недавно посадили укореняется, здесь тоже будет в очень старых источниках, когда переселенцы сюда приехали, были абрикосы и вишни и груши и яблоки все было, был красный виноград и белый виноград, но ни у кого из виноградарей белого винограда не было и вот первый раз я увидел, я видел как он плодоносит, я его пробовал, мне очень понравилось, просто интересно сделать местный из местного винограда местное белое вино потому что у нас тут пока другая красная это пикричка здесь такая школка рассада, которая потом перекочевывается на грядочки будущее мое место работы заложили фундамент винодельма сейчас мы находимся в подвале дома две комнатки занимаем а вот в идеале вот это помещение все как раз и есть здесь будет лестница на второй этаж под крышей будет дегустационный зал и музей вина здесь мы можем пройти на второй этаж а здесь начинается помещение для брожения также разные санитарные вот здесь будет ягода превращаться в молодой ягод вот мы подошли в гостевой зоне это гостевой домик на небольшую компанию куда люди могут приехать с погружением никуда не торопиться чтобы отдохнуть в хозяйстве возможно поучаствовать в всем домам вот оно наше другое измерение вот такая зеленая медитация очень красиво поставим в беседку небольшую пляжную зону сделаем где можно отдохнуть и даже нырнуть сюда мы запустили немецкого карпа и сейчас иногда можно прийти поймать что-нибудь себе на ужин милости просим в наш дом наши подвалы в наши мастерские что мы здесь видим это то помещение небольшая мастерская где из ягоды превращаются в молодое вино вот как раз мы видим раньше мы работали со стеклянными бутылями но так как приходится увеличивать производство и с ними очень неудобно работать они хрупкие то вот мини итальянское оборудование 100 литровое такие вот нержавеющие чины и здесь вино из жимолости молодое этого года и сейчас попробуем его ну это как налить так чтобы посуда создает во-первых настроение торжественность в хорошую посуду хочется налить хорошее вино можно пить из пластикового бокала стаканчика но это уже будет что-то не то что делает бокал бокал хорошо передает ароматику и вкусовые качества вина он передает его правильно определенные бокалы передают правильно определенные категории вин прозрачный бокал не хрустальный не резной какой-то не цветной он должен быть чистый прозрачный на длинные ножки ножка для того чтобы не греть вино вино должно быть прохладным подвальной температуры его восприятия это будущее цветочное вино здесь ягоды нет здесь лепестки лесной розы здесь ревень здесь листочки всевозможных растений медоносных и вот после сбраживания этих растений получится прекрасное цветочное вино вы даже можете сейчас прочувствовать какой аромат у него идет сейчас я предлагаю продегустировать первое вино это я предлагаю продегустировать первое вино это белое поле сухое вино которое подается в самом начале трапезы этим вино начинает любое торжество если мы специалисты и каждый год с этим сортом вина мы встречаемся то мы можем сравнивать год от года какая окраска типичная она для этого сырья нетипичная вот такой светло-соломенный интересный цвет чистенький, прозрачненький насколько блестит затем первое впечатление о нем как первое? мёдиком мёдиком пахнет ухой потом уже второй нос пойдет мы чуть-чуть его сколыхнем чтобы оно раскрылось немножко в бутылочке немножко зажато а его спрятали аромат меняется вы чувствуете, что аромат живой большой бугристый и у нас уже слюна пошла да это вино аперитив оно способствует пищеварению а а а а а а в а а а Субтитры создавал DimaTorzok